Органная музыка Органная музыка Органная музыка органа. То есть в чем особенность нашего фестиваля? Действительно, органных фестивалей достаточно много и на Украине, и по всему миру. Мы захотели все-таки связать орган с современностью. То есть на большинстве фестивалей приезжают известные именитые органисты и играют в основном органную классику. И так как мы живем в Украине, наша публика не очень знакома с этим. Мы решили все-таки сделать наш фестиваль современным, интересным большинству, может быть, слушателей, так как очень мало кто знает, что для органа пишут и существует очень много современных произведений в разных стилях. Это и джаз, и рок, и что угодно. Например, тот же Дюк Эллинтон прекрасно писал, и у него есть очень известный концерт, тоже с участием органа, джазовый концерт. Поэтому вот такое сочетание, я думаю, будет очень интересно детским слушателям. Будет три концерта. Значит, первый концерт 27 октября, открытие, называется его величество орган. На этот концерт приезжают две супермировые звезды. Это Жан-Пьер Стайверс, голландский органист, который действительно является величиной в мире. Он является главным органистом фламандского королевского филармонического оркестра, титулярный органист. В общем, можно полчаса перечислять все его регалии. Если можно было как-то обозначить тему фестиваля в этом году, вот по произведениям, которые будут звучать, вот как бы вы выделили, чему посвящено? Значит, первый концерт, он посвящен показать орган во всех его красках, мощи, во всех самых-самых необычных вариантах. Также в этом концерте будет играть его жена, японская органистка Хирока Иноуэ. Вот такой у них международный союз. Вот, у них, да, такой очень интересный международный союз. Она японка, он голландец. Они живут в разных странах и встречаются они на концертах в разных странах мира. Да, вот такая интересная музыкальная семья, у них есть сын, который уже помогает на совместных концертах, им ассистирует. Замечательно. И, значит, Хирока, она прилетает из Варшавы в Одессу, Жан-Пьер прилетает из Голландии. У них очень плотный концертный график, но так как это мои очень большие близкие друзья, поэтому они нашли два дня в этом своем плотном графике, чтобы все-таки прилететь к нам в Одессу. Потому что буквально на следующий день, рано-рано утром, они улетают у Жан-Пьера 28 октября, уже концерт в Королевской филармонии в Голландии. Дома, скажем так. Да, а у Хирока концерт дальше во Франции. Друзья мои, давайте поговорим про следующее. 29 октября будет концерт, в котором вы все участвуете. Если я понимаю правильно, 29 октября будет концерт, в котором вы вместе участвуете. Давайте я пару слов. 28 октября будет играть очень интересный итальянский маэстро Сальваторе Пронести. Это мастер импровизации на органе, просто непревзойденный мастер импровизации. Причем импровизировать на органе он может на абсолютно любую тему. Начиная от старинной барочной музыки до совершенно современной музыки. Из фильмов музыка. Мориконы, Нинарота и так далее. Нинарота, знаменитый композитор, который писал музыку в фильмах. Он еще очень любит импровизировать, например, по заявкам слушателей. То есть публика, который будет находиться в зале, может писать записки, что вот мы хотим услышать импровизацию на ту или иную тему. И маэстро прямо на сцене это будет делать. Это тоже очень редкий случай. С ним вместе будут выступать две наши прекрасные одесские певицы Елена Рихтер, сопрано Елена Вишневская, меца сопрано. И две наши прекрасные виолончели одесские Валерий Казаков и Александр Дидык. Вот такой вот ансамбль. Хорошо, друзья, давайте поговорим так. Алексей, про ваше участие в данном фестивале. Я очень рад, что Елена меня пригласила, и я в таком оказался прекрасном сообществе. Это наш, пожалуй, первый такой совместный проект. Тем не менее, это очень интересно представить орган в таком современном звучании, скажем, в джазовой его составляющей. Ну, тут отдельно можно сказать, наверное, что все-таки это имеет под собой основание. Все-таки джаз и орган все-таки имеют связь. Скажем, когда афроамериканцев завезли в Штаты, они привезли с собой культуру свою. У них была своя духовная музыка, спиритчуэлс, и который после как бы вышел больше в жанр такой госпел. То есть это церковь, да, люди приходят по воскресеньям, поют в хоре. Это традиция для всех афроамериканских людей, они поют в хоре и играет органист. Вот, как бы это, поэтому... Органист играет? Органист играет, да. Вот это воензим, это интересно. Вот, и есть в истории джаза достаточно, очень крупные фигуры, это, скажем, Лонни Смит, Джимми Смит. И мой, пожалуй, самый любимый органист современности, Джои де Франческо, который мне посчастливилось два раза слушать живьем, он приезжал в Украину. И отдельная история, что мне довелось поиграть с его барабанщиком, Джейсон Брауном. Но это другая история. Вот, и как бы концепция этого концерта немножко привнести такое звучание джазового органа. И не только, потому что у нас будет... Не хочу раскрывать всех секретов, что мы будем делать, но это эксперимент. Это интересное очень сотрудничество. Поиск, ну, точнее, был поиск, что играть, как играть. Вот мы нашли достаточно интересное направление. Для слушателей будет много интересного, будет много сюрпризов и необычного. Вот в той программе, которую мы готовим. Анна, про Вашу часть. Ну, я участвую абсолютно так же. Благодарю Елену, участвую с Еленой и Алексеем в этом проекте. Это будет музыка в разных направлениях. Будет традиционно еврейские мелодии звучать, будет музыка танго. И немного джазовой музыки. Я благодарю Алексея за его советы, за его прекрасные аранжировки. Я надеюсь, что все у нас прекрасно получится 29 октября в 18.30 в Одесской филармонии. Также в нашем концерте будет участвовать прекрасная одесская певица Алина Ворох, солистка оперного театра. Сопрано, которая вот с Алексеем, они делали уже несколько программ. То есть у нее амплуа не только оперной певицы, но она еще прекрасно поет джаз, рок, все что угодно она поет. Универсальная певица, просто невероятная. Анна, раз уж вы здесь, не могу не спросить. Я знаю, что в следующем месяце вы тоже будете не слишком располагать свободным временем, так как будете заняты, собственно, вашим детищем, вашим проектом «Золотой саксофон», который будет проходить в Киеве. Вот пару слов. Абсолютно точно. В ноябре, с 12 по 14 ноября, в Национальной музыкальной академии Украины имени Чайковского пройдет третий международный конкурс «Золотой саксофон», где примут участие замечательные участники до 25 лет из 10 стран мира. И члены жюри очень знаменитые саксофонисты, которые 14 ноября в Большом зале Киевской консерватории дадут концерт с оркестром, где будут играть победители, обладатели первых премий. Это большое счастье для меня приглашать саксофонистов со всего мира. Это дает большое развитие украинской школе саксофона. Для меня, как саксофонистки, это, конечно, очень важно. И я хочу поблагодарить, пользуясь случаем, Сергея Васильевича Кивалова, Украинскую морскую партию, за ту помощь, за ту поддержку, которую уже неоднократно мы получаем. Спасибо большое. И мы постараемся не подвести, сделать все классно. Здорово. А я просто понимаю, что это ваш фестиваль международный и ваш конкурс международный. Расскажите просто про юные таланты, которые приезжают, молодые таланты. И поскольку это уже не первый раз, какова судьба победителей, лауреатов и в целом участников предыдущих конкурсов? Ну, я должна сказать, что, конечно же, каждый конкурс, каждый фестиваль является определенной ступенечкой для исполнителя. Они растут, они развиваются, можно сказать, семимильными шагами. И, конечно, они продолжают свое развитие, они концертируют. Вот по Фейсбуку видно, что их творческая и концертная деятельность продолжается. И, что немаловажно, нас поддерживают такие фирмы-производители, как Сельмер Париж. То есть главный приз конкурса – это саксофон Сельмер Париж. Это как знак качества. Человек, который играет на таком саксофоне, конечно, он должен хорошо играть. Ван Дорренс, Сельмер Париж – это фирмы, которые производят аксессуары и музыкальные инструменты. И все-таки цель этого конкурса – это создание платформы, площадки для людей, чтобы они не терялись, правильно? На сегодняшний день аналога такого конкурса, академического саксофона в Украине нет. Когда-то был такой конкурс Сельмер Париж в Украине, но последние несколько лет этот конкурс превратился. И потом Одесса подхватила. Мы проводили в школе имени Столярского этот конкурс в Одесской филармонии. А в этом году мы решили попробовать своей силой в столице. И очень приятно, потому что будет много замечательных музыкантов. И мы с вами про это еще поговорим, когда вы вернетесь. Хорошо, хорошо. Хочу вернуться к Одессе Мюзик Фест. И вы организовываете, безусловно, тяжелая работа, многогранная работа и подготовка вообще колоссальная. Я хочу сказать, что в Одесской филармонии еще никогда никто не слушал орган, так как его там просто нет. Мы специально устанавливаем, привозим там на дне фестиваля орган. Но потом, к сожалению, мы его увезем. Так что хочу сказать, чтобы одесситы просто воспользовались случайем послушать орган в Одесской филармонии. Хорошо. А вот расскажите мне, чтобы установить орган и настроить его, чтобы он зазвучал в Одесской филармонии, что нужно? Очень хорошо. Какова работа самому? Это же не просто установил инструмент. Сейчас еще все в процессе, поэтому все увидим. Это вообще, то есть это будет первый раз? Первый раз. Да, Одесской филармонии. Ну тогда такой вопрос, у нас эфирное время немножко подходит к концу. С каким чувством вы хотите, чтобы зрители и присутствовали, и получали во время концертов, и с каким чувством, чтобы они покидали концерт, вышли после прослушивания? Ну, конечно, хочется, чтобы зрители получили наслаждение, удовольствие и восторг. Потому что орган — это все-таки инструмент, который поднимает все наши человеческие земные чувства на более высокий уровень, какую бы музыку на нем ни играли. И поэтому хочется, чтобы все люди вышли в приподнятом, возвышенном состоянии с концертов. Как вы считаете, Алексей? Полностью согласен. Орган — это такой инструмент, перед которым я как бы преклоняюсь. Для меня это действительно что-то нечто возвышенное, поэтому это большая честь послушать. И, конечно же, он должен оставить какое-то чувство возвышенного прослушивания. Дай бог, дай бог, я думаю, что все получится. И саксофон прозвучит прекрасно, и джазовое трио Алексея Петухова, и орган. И хочется еще раз пригласить зрителей на все концерты органного фестиваля, а особенно 29 октября, 18.30, в филармонии, где будет звучать саксофон, орган и джазовый ансамбль. Спасибо вам большое, что посетили нашу студию. Елена Удрас, Алексей Петухов, Анна Степанова. Спасибо еще раз. Это была студия «Репортер», ее провел я, Александр Вейтман. Всего доброго, до свидания.